Белградский вечер Белградский вечер Белградский вечер Хозяева поля провели уже в добавленное арбитром время Мартин Хансен из Швеции судил ту встречу И вышедший на замену Начо Момо Испанец оказался счастливым джокером в колоде Тренера Уолтера Смита вышел на замену и забил столь необходимый для шотландцев гол По привычке чуть было не сказал югославы Сербы конечно не имели времени даже для того чтобы попереживать как следует Потому что практически вместе с этим голом раздался и свисток шведского арбитра Но все прекрасно понимают что все решится сегодня Решится здесь на этом стадионе Определяют кому же начинать Кому же Кому выбирать какую половину поля Обслуживает эту встречу португальская бригада арбитров Лусилию Батишта Главный арбитр матча И рефери на ринге Сержио Лакруа И Жозе Ромалью Резервный арбитр Руи Жорж Родригеш Силва Ну и судейский наблюдатель Ойген Штригель из Германии От тренера ушел Бошка Джировский Ну после того как команда проиграла в чемпионате Сейчас 22-х кратный чемпион Югославии И чемпион Сербии Находится на 4-м месте В Цервену Звезду Он работал здесь с 97-го по 99-й год Ну после этого работал со сборной Мальты Работал с Воеводиной Потом уехал в Китай И тренировал команду Болян Шибе Какой момент сейчас был Да, великолепная, великолепная просто позиция была У сербского футболиста Посмотрите, но Алан Макгрегор Голкипер Голкипер Глазго Рейнджерс Сыграл Барри Фергюсон Оказался ближе к своим воротам Душан Анжелкович Вводит мяч в игру Кстати говоря, вот Душан Анжелкович Это новоприобретение Цервены Звезды Буквально перед началом Этого чемпионата Тремя игроками Усилилась Цервена Звезда Отодвигает На положенное расстояние стенку Хороший навес Куалан Хаттон на месте был Хороман и Мильеш Улича Розыгрыш Хороман Ну, нахолкным Хороман Вводит мяч в игру И снова на Мильеша Мильеш так незаметно-незаметно За последние годы стал Ведущим футболистом Основного состава Ну, это Кевин Томпсон Первый сезон, кстати, для Кевина Томпсона В составе Глазго Рейнджерс Маккалок оказался на газоне После Столкновения С Кастильо Эквадорец Сегунда Кастильо Кастильо второй В прошлом сезоне По окончании прошлого сезона Пришел он В сервину звезду Очень опасная позиция Кевин Томпсон Личному приглашению Это не Огненко Роман был Давайте посмотрим Вот мяч отскакивает Показалось вот в этой динамике Что часто он попадает в кадры Бывший футболист Уигана Немалые деньги Он вообще шотландец Не англичанин Он играл за Моторуэлл В 95-м году Дебютировал в этой команде А между тем, дорогие друзья Вот так вот тихо-тихо Первый тайм, который прошел Довольно опасно Дал Батишта возможность Завершить эту комбинацию И произвел свисток Сигнализирующий о том Что команды при счете 0-0 уходят на перерыв Он определил 60 минут игрового времени Для своей команды Осталось 4 с небольшим Задумано было неплохо На эквадорца Кастильо Да, миловат Касанович Баста выиграл борьбу У Маккалаха А здесь Даршевиль Вот вам и контратака После которой Ну просто счастье было На стороне Царвен и Звезды Посмотрите Даршевиль ушел От Туторича И целил в дальний угол Маккалах Хороший удар И спасает свою команду Спасает свою команду Иван Ранжелович Посмотрите Как Маккалах От Туторича Ушел Говорят о том Что Глазду Рейнджерс На контратаке Играть-то умеет Здорово Для желтой карточки Получит Серб Не имел он Права падать Он собственно И не возражает Игорь Барзанович Не имел он Права падать Согласитесь Дорогие друзья С защитником Нет контакта Споткнулся Не споткнулся Ногу свело Не свело Стойки все-таки Штрафной Иначе сразу Получишь желтую карточку Ох какой момент А вон Макрегор Это Огнин Форома И сразу взорвались трибуны Хороший удар Под перекладину Мяч летел Лукаш Проходит передача На Басту Сложный Ему тут В окружении Четверых И все-таки Сделал пас И вновь Баста с мячом Короман Огнем Будет таскать мяч Пока сознание Не потеряет А сейчас Нарушение правил Дофиксировал Батиста Могло показаться Что мяч попал В руку Но если и был контакт То мяч Действительно Только попал В руку Нарушение правил Против Джорджевича Были нарушены правила Короман Ждет забегания Дождался Натянулся Макгрегор До мяча Клей Вот для этого Высокорослого Защитника Ну разве Его дело С фланга Атаковать Но тем не менее Добился у главного Но сейчас Гуэй идет Идет сюда Бороться за верховые мячи Костильо Баркос Гуэй Насколько Выше всех Желтые карточки А вот Сейчас Сейчас Желтую карточку Получил Шотландец Не знаю Вам судить Что здесь было Такого Сверхгрупого По-моему Короман Больше Толкал Алла Махатана Что Все воздевают Руки к небесам Все ищут Справедливости Свыше Мне показалось Что от головы Игрока Цермен Звездный мяч Ушел Лукаш И снова угловой И снова огненкороман Будет выполнять стандартное положение На вес Хорошо Хорошо там боролся Куэльяр Анжелкович Джорджевич Развернулся Да видимо не в ту сторону Все таки разворачивался Филипп Снова Анжелкович И снова Передача Верхом И снова Макгрегор Выпрыгивает Выше всех Две с половиной минуты До окончания Основного Времени Матча Гороман Опасный был Навес Гороман Что Попал мяч В руку Да На себя негодует В первую очередь Гороман Бросит мяч Из-за боковой Футболисты Глазго Рейнджерс И раздастся свисток Бизли Да Так оно и есть Подопечные Уолтера Смита Отстояли Свои ворота В повторном матче Против Цервен и Звезды И Глазго Рейнджерс Проходит в основной Этап Лиги Чемпионов Посочувствуем Сербским Футболистам Я не хочу сказать Что они были Достойны победы В большей степени Чем Глазго Рейнджерс Но они сражались Они старались И на том спасибо А для вас сегодня Работал Григорий Твалтвадзе До будущих побед Друзья Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова